Если у вас заложило ухо на ровном месте, например, сидя дома на диване, и при этом улучшение состояния не предвидится, то дело, скорее всего, в образовании серной пробки в слуховом проходе. Выход из ситуации на самом деле очень простой, необходимо обратиться за помощью к лору. А вот самостоятельно делать, вынимать пробку ни в коем случае нельзя. Совсем другое дело, когда вы едете в скоростном лифте, летите в самолете или находитесь в вагоне метро. В таком случае происходит перепад атмосферного давления, но при этом давление в среднем ухе не успевает подстроиться под окружающую среду. Поэтому появляется ощущение своеобразной заложенности. Если вы только что искупались и чувствуете заложенность, значит в слуховую трубу попала вода, от которой необходимо избавиться. Сделать это очень просто. Можно банально немного попрыгать сначала на одной ноге, а потом на другой. Эфстахит – воспаление слуховой трубы и барабанной полости. Зачастую такое воспаление является осложнением насморка или простуды. Но истинную причину может установить только врач. Ведь такое заболевание может быть последствием искривления перегородки носа, полипов или гайморита. Дело в том, что после перенесенного в детстве атита могут оставаться спайки на барабанной перепонке. Они уменьшают ее подвижность, а от этого уши периодически закладывают. Нарушение слуха. Это нарушение называется нейросенсорной тугоухостью. Человек начинает плохо слышать в результате повреждения слухового нерва и недостаточного притока к нему крови. Такие нарушения могут произойти вследствие гипертонии, травмы головного мозга или ишемической болезни мозга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова